Игромания. Это сообщение могут слышать только геймеры. Не проходите мимо! На прошлых выходных компания Mail.ru Group устроила двухдневный пресс-тур в честь запуска открытого бета-теста «Armored Warfare» — проект «Арматор». Отвезли сначала в Екатеринбург на показ игры, а затем в Нижний Тагил, где проходила международная выставка «Russia Arms Expo 2015». 400 экспонентов, военные чины из 50 стран ближнего и дальнего зарубежья и огромный полигон для демонстрации достижений в военной технике. Выглядело это примерно так. «Armored Warfare» — проект «Армата», напомним, разрабатывает компания Obsidian, известная в первую очередь ролевыми играми. Star Wars Knights of the Old Republic 2, Fallout New Vegas, а если копнуть еще глубже, то и первые два Fallout'а можно посчитать. Как у них получилось управиться с танковой ареной, сейчас может оценить любой желающий, просто записавшись на бета-тест. Но заметим, что разработчики уже не раз упоминали про интересный и захватывающий сюжет, элемент несколько нетипичный для жанра, но определенно не лишний. По сюжету игры действие развивается в ближайшем будущем. Мы не планируем добавлять реальные события, которые происходили. Скорее у нас будет происходить некие сражения за какие-то ключевые контрольные точки, интересные для игрока именно в рамках сюжета. Это могут быть, например, завоевания портов или нефтебаз, или еще что-то. То есть какие-то стратегические интересные места, которые принесут пользователям по сюжету какие-то бонусы, плюшки и какое-то развитие. Ближайшее будущее подразумевает и совершенно другую динамику сражений. В игре используются и управляемые ракеты, и активная броня. А чтобы все выглядело достоверно, разработчики тесно сотрудничают с Нижнетагильским Уралвагонзаводом, где как раз и производится бронетехника. Игра Need for Speed, почему она стала такой популярной среди всех гоночных игр? Потому что компании-производители подтвердили, что машины Need for Speed, они аутентичны настоящему автомобилю. Так и мы, как компании-производители, подтверждаем, что техника бронетехника в этой игре, она аутентична и соответствует ее характеристике, практически соответствует настоящему. Сотрудничество выглядит взаимовыгодным. Разработчики получают точные данные о танках, а взамен повышают интерес к бронетехнике среди геймеров. Что ж, свежий сеттинг увеличивает шансы игры пробиться в тесную жанровую нишу. Ну а мы будем с интересом следить за ее успехом. 13 сентября 1985 года компания Nintendo выпустила новую игру для японской консоли Famicom. Называлась игра просто Super Mario Bros. В те далекие годы Марио и Нинтендо спасли видеоигры через два года после знаменитого краха индустрии. Но тогда еще никто не знал, что и спустя 30 лет водопроводчик Марио по-прежнему будет самым узнаваемым героем видеоигр и символом электронных развлечений для целых поколений. Российские игроки узнали Марио благодаря нелицензионным картриджам и знаменитому тайваньскому клону консоли NES приставки Dendy. А что поделать? Официально тогда консоли в страну не поставлялись. Зато теперь мы вместе со всем миром отмечаем 30-летие серии и начало легенды. Братья-водопроводчики разменяли 40-й десяток, но они по-прежнему суперзвезды. И мы надеемся, что так же будет и дальше. Дважды за один день был побит рекордный счет в легендарной аркаде Donkey Kong. На онлайновом турнире с денежными призами схватились два чемпиона – Робби Лейкман и Уэс Коупленд. Сначала Уэс установил новый рекорд, взяв миллион сто семьдесят тысяч пятьсот очков. А потом, шесть часов спустя, Робби улучшил рекорд на полторы тысячи, чем привел публику онлайновую в неистовство. А мы напомним, что Donkey Kong – аркада, которая появилась почти 35 лет назад. Неплохой возраст для игры, в которую до сих пор состязаются. Игромания уже не та. Нинтендо назначила нового президента на смену Сатору Ивате, скончавшемуся в июле от тяжелой болезни. Выбор оказался неожиданным. Новым главой компании стал не создатель Марио Сигеру Миямото, и даже не Генуо Токеда, главный по Вии. На должность взошел главный кадровик Нинтендо – Тацуми Кимиссимо. Самой крупной его должностью было президентство в американском подразделении в середине нулевых. Все это, и в придачу должность американского отделения покемонов, возможно, выглядит не слишком убедительным багажом для президента всея Нинтендо. Однако опыт в сфере финансов – это всегда хорошо для компании, чье положение остается пока еще шатким. Кроме того, Кимиссимо Сан был одним из тех немногих, кто предупреждал о возможных проблемах с Вию из-за схожести с Вии первого поколения. Это значит, что он способен предвидеть грядущие катастрофы. А такое не каждому дано в бушующем море игровой индустрии. Знаменитый геймдизайнер Уоррен Спектр всегда интересовался новыми технологиями. А как же иначе? С послужным списком, где блистают System Shock и Deus Ex. Однако в самом конце лета он объявил, что разочаровался в одной из них, а именно в виртуальной реальности, чьим приверженцем был с середины 90-х. Он так прямо и заявил в интервью. «Не верю, мол, что люди будут надевать эти глупые очки, изолируя себя от мира. И мне теперь виртуальная реальность неинтересна как игроку и особенно как разработчику». Прошло чуть более двух недель, и Уоррен Спектр кардинально свое мнение поменял. Видимо, кто-то после того интервью с ним хорошо поговорил. Так что теперь мэтр согласен, что у шлемов и очков есть будущее. По меньшей мере в социальных сетях, в медицине, в психологии, в музеях и, может быть, в парках развлечений. Что касается игр, то здесь Уоррен пока еще не убежден. Однако у него уже появились кое-какие идеи, которые он не против попробовать осуществить как разработчик. Скотт Коутон, создатель серии «Пять ночей у Фредди», объявил, что работает над новой игрой под названием «Five Nights at Freddy's World». Главный сюрприз — жанр. Новый проект не хоррор, а ролевая игра, в которой нужно собирать команду и сражаться с врагами. В команде будут, разумеется, аниматронные игрушки, в том числе их призрачные, сломанные и кошмарные версии. Вы можете представить себе мечника Фредди и волшебницу Чику, нападающих на какого-нибудь дракона? Ну, мы не очень. Что до основной серии, то тут продолжений можно не ждать. По крайней мере, пока. Скотт Коутон объявил, что пятой части «ФНАФ» не будет, и все, чего можно ждать, — это дополнение к четвертой части на Хэллоуин. Роботы победили человека во множестве игр. В шахматах, в шашках и даже в скоростной сборке кубика Рубика. Не стали исключением и камень, ножницы и бумага. Японские ученые на неделе показали третью версию своего терминатора, который выигрывает в камень, ножницы, бумагу у всех и всегда. Секрет — в огромной скорости сбора данных и вычислений робот успевает увидеть самое начало движения пальцев. Человека распознать жест за тысячную долю секунды и выбросить собственный камень там или бумагу. Конечно, кто-то назовет это жульничеством, а мы, мы заранее поприветствуем наших новых кибернетических владык. На всякий случай. Первая серия эпизодического игрового сериала «Майнкрафт» от студии Telltale выйдет 13 октября. В магазине PlayStation Store впервые объявили скидку на пятую часть GTA под PS4. На обычную версию — минус 20%, на версию с полутора миллионами долларов для GTA Online — минус 30%. У вас еще есть пара дней, чтобы успеть. Больше двух миллионов просмотров за четыре дня собрал на YouTube эксцентричный рекламный ролик World of Tanks, сделанный для японской аудитории. Кстати, World of Tanks выйдет на четвертый PlayStation. Мультиплеер будет условно бесплатным для всех, а подписчики PS Plus получат дополнительные бонусы. Sony переименовала свой шлем виртуальной реальности. Вместо проекта Morpheus он станет называться PlayStation VR. Не очень оригинально, но зато ни с чем не спутан. Тимур Бекмамбетов и Илья Найшуллер выпустили трейлер «Хардкор» — экспериментального кинобоевика с видом из глаз персонажа. Как в играх. Electronic Arts перенесла выход компьютерной версии Need for Speed с ноября этого года на весну следующего, объяснив такой поступок необходимостью улучшить графику. Самый популярный видеоблогер в мире, PewDiePie, занялся съемками собственного телешоу. Когда-нибудь в будущем сделают стрелялку с суперреалистичной графикой и соберут в нее все знаменитые и легендарные пушки из видеоигр. Об этом мечтает в своем новом видео команда Corridor Digital. На карте под палящим солнцем игроки не просто рубятся в режиме Deathmatch, но используют при этом нестандартный комплект оружия. От классических автоматов, дробовиков и пулеметов бойцы переходят к экзотическим разновидностям оружия из Halo и Half-Life. От огненных цветочков Грибного Королевства к волшебным палочкам Гарри Поттера. От бензопилы Gears of War и порталов к пиксельному оружию из Майнкрафта. А потом происходящее становится и вовсе необъяснимым. В дело идут столовые приборы. Как говорится, не бойся ножа, а бойся вилки. Один удар, четыре дырки. Неудачам Солида Снайка посвятил свой новый мультфильм аниматор Мэтью Шезмен с канала Bitter Strike. Чем бы не занялся большой босс из Phantom Pain, все у него не ладится. То он на задании уснет, то в пустыне вдруг забудет имя Ацелота, а то использует фултоновский воздушный шар не по назначению. Когда его руки доходят до сигары, проматывающей время, Снэйк чересчур увлекается курением и обнаруживает, что на голове у него выросло птичье гнездо. Отдельная тема – встреча Снэйка со снайпершей Куайет. Очень уж она большое впечатление производит на него своими снайперскими умениями, хотя и ими тоже. И даже миссию по спасению Рэмбо герой проваливает. Ну а что, Рэмбо сам о себе может позаботиться, а одноглазый пёс – сильный питомец. Мистер Тивиков снова бросает в бой кошачьих, только теперь это не ассасины, а борцы против зомби. Когда ожившие мертвецы загоняют на крышу сарая котёнка, спасти его может только слаженная работа, точный план и, конечно же, меткая стрельба из укрытия. Канал LowSpecGamer, любитель экстремальной подгонки игр под медленные компьютеры, занялся автофутбольным симулятором Rocket League. После множества бесчеловечных экспериментов с настройками, игра стала летать на встроенной ноутбучной видеокарте архитектуры пятилетней давности Intel HD 4000. И неудивительно, ведь в игре теперь вообще нет никаких текстур и спецэффектов. Надо лишь покопаться в файлах настройки и совершить несколько шаманских трюков, и можно спокойно запускать Rocket League хоть на картофелине. И надо заметить, в таком виде она выглядит поразительно неплохо. Стиль ретро? Привет из 90-х! Израильский художник Густаво Визелнер, работающий в жанре пиксель-арта, выложил на своей странице несколько отличных иллюстраций со сценами фильмов, переделанных в стиле старинных квестов. Тут и драматическая сцена из Догмы с Джейм и Молчаливым Бобом, и Джеймс Бонд из Голдфингера, и Хранители, и Пианист, и даже Форест Гамп. Особенно хорошо у художника вышло противостояние Рипли и Матки Чужих, только посмотрите на эти отблески пламени. Пиксельным искусством Густаво занимается не так давно, но хороших иллюстраций в том же духе у него найдется еще много. Со звездными войнами, спагетти-вестернами, Мстителями и сказочными сценами из бесконечной истории. Двадцать восемь дней непрерывной работы потребовалось участникам проекта Twitch играет в Dark Souls, чтобы одолеть парного босса Смоуга и Орнштейна. Это не первый Twitch проект, в котором коллективный разум с помощью комментариев управляет игрой, и играли, и побеждали, но таких достижений раньше не бывало. Правда, поначалу пользователи Twitch не очень хорошо управляли Dark Souls толпой. Персонаж вместо того, чтобы совершать подвиги, порой и упирался мордой в стену на долгие часы. Так что тут пришлось немного сжульничать, добавить в игру принудительные паузы, сделав мир Dark Souls чуть более пошаговым, чем он есть. Но ради такого дела можно. В Rocket League на неделе случился самый бестолковый гол, наверное, за всю историю игры. Искусственный интеллект американских футболистов Madden 16 так капитально проглючила, что они устроили веселую кучу малу посреди поля. Вот этим сомнительным делом они занимались почти 10 минут подряд. Хотя, может они так пытаются собраться в одного большого мега-футболиста? Ну а в новом Metal Gear Solid 5 снайперша Quiet неплохо потроллила Снэйка, пытающегося разбудить вражеского бойца. Только выведенный из строя оппонент начнет просыпаться, выстрел и он снова спит. И так 20 раз подряд. Вот и все за неделю. Играйте только в лучшие. И перешли в разрешение 1080p. Правильно разрешение тебе прочел? Сейчас, момент, там где-то было. 1080p! Фак! Виноват. Виноват. Бесплатно. Фак!